Как вы уже поняли, в Баварии есть все. Свои Карибы, Мальдивы и, как оказалось, своя Венеция. Мы сегодня в Пассау. Расскажем вам о 9 интересных фактах и прогуляемся с вами по центру города и не только. В 190 километрах от Мюнхена расположился небольшой, но очень уютный город Пассау. Его население насчитывает 52 тысячи и это факт номер один. И тут же вопрос, что вы слышали об этом городе? Скорее всего, если вы и слышали о Пассау, то в первую очередь о его уникальной особенности. Пассау это город трех рек, которые встречаются в одном месте. И это место так и называется угол трех рек. И это факт номер два. Особенно привлекает внимание цвет рек. Черный цвет Ильц с севера. Синий цвет Дуная с запада и зеленый Ин с юга. Все это можно увидеть как раз вот отсюда. А если вы, как и мы, приедете с детьми, то имейте в виду, здесь есть и детская площадка. Как и многие другие города Германии, Пассау возник из кельтского поселения. И это факт номер три. Кельты поселились здесь примерно с трехсотых годов до нашей эры. А уже позже, примерно в двухсотом году нашей эры, римляне построили на берегу реки Инк замок Кастро-Баттава. Название Баттави, вероятно, происходит от германских наемников из племени Баттавов, которые первоначально размещались там. И здесь нарисовался факт номер четыре. Название города. Нынешнее название Пассау, вероятно, произошло как раз от названия Кастро-Баттава, трансформировавшись со временем в Баттавис, Базава, потом Пазауа и в результате получилось Пассау. Факт номер пять. К сожалению, Пассау несколько раз подвергался наводнениям и крупным пожарам. Один из таких пожаров, произошедший в 1662 году, превратил весь город в руины и пепел. И для восстановления города были приглашены итальянские мастера, которые перестроили город и придали ему нынешний вид в средиземноморском стиле барокко. И именно поэтому Пассау еще называют Баварской Венецией. И это факт номер шесть. Действительно, при прогулке по старому городу может сложиться впечатление, что вы в Италии. А аромат кофе, который доносится из многочисленных ресторанчиков, еще больше усиливает это ощущение. Факт номер семь. Пассау – это университетский городок. Как вы уже знаете, население города составляет 52 тысячи, из которых студентов почти 12 тысяч. В мировом рейтинге университетов Times High Education, в котором в 2021 году приняли участие 1527 университетов, университет Пассау позиционирует себя в первой четверти университетов мира и занимается с 301 по 350 место. Среди 48 немецких университетов, участвующих в рейтинге, университет Пассау находится на 32 месте, а в Баварии на 5. Конечно же, это и привлекает студентов со всего мира. Кроме того, самый уютный небольшой городок, доступное жилье, многочисленные кафешки, свежий воздух, то есть есть где развлечься и где погрузиться в учебу. Факт номер восемь. В Пассау самый быстрый способ перемещаться – это пройтись пешком или прокатиться на велосипеде. Велосипедные маршруты указаны как на велосипедной карте города, так и обозначены с помощью знаков дорожного движения. Мы прокатились вместе с детьми и нам очень даже понравилось. Единственный момент – в самом старом городе вам придется все же пройтись пешком, так как некоторые улицы открыты только для пешеходов. Кстати, во время наших путешествий мы выкладываем в Инстаграм фотографии. Так что, если хотите узнать первыми, о чем будет следующее видео, присоединяйтесь к нам в Инстаграм или просто подписывайтесь на наш канал и нажимайте колокольчик. Каждый ваш просмотр помогает нашему каналу развиваться на просторах Ютьюба, а ваши лайки и комментарии ускоряют это в 10 раз, за что мы вам очень благодарны. Факт номер 9. Пассау находится на границе с Австрией, а это значит, всего каких-то 10 минут и вы за границей, и уже можете отдыхать, прогуливаться по незнакомым улочкам. Здорово, правда? Конечно же, мы воспользовались этой возможностью и прокатились вот так спонтанно в Австрию, где пообедали в уютном австрийском ресторане и продолжили нашу велопрогулку. Кстати, здесь проходит как раз велосипедный маршрут, я бы сказала такой средненький по нагрузке. Широкая вела и пешеходная дорожка тянется вдоль реки. Уже на стороне Австрии мы увидели интересную детскую площадку, способствующую развитию детской моторики. Как вам прогулка по Пассау? Узнали что-нибудь интересное для себя? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...